Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Монтинском районе. Квартиру не достроили, деньги вернут. С 1 июля дольщики будут защищены новым законом. Красная стрела под переходящим знаменем губернатора. Отряд проводников признан лучшим студотрядом области. Они приедут и на возгорание, и на ДТП, и на ЧАЭС. Противопожарная служба области отмечает восьмилетие. Регина Калиниченко вернулась и забила Майкопу в первой же атаке. Отбитый пенальти, автогол и ничья. Футбольный Ростов сыграл на сборе в Испании с норвежским Лиллестрёмом. Грузинский праздник с историей из 12 века. Отмечаем День памяти царя Давида Строителя Девитобу. Соглашение на 44,5 миллиарда рублей подписала Ростовская область на российском инвестиционном форуме в Сочи. Все заявленные инвестпроекты стартуют в этом году или уже реализуются. Кроме того, подписан ряд документов по развитию туризма, транспортной инфраструктуры и поддержки инноваторов. Дон с Крымом и Кубани создают единый тур-маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства». Он пройдет по десяти местам, где в античное время стояли города этого государства. В нашей области маршрут включит в себя Ростовский краеведческий музей, Азовский музей-заповедник, Таноис и этнографический музей Мясниковского района. Соглашение подписали губернаторы четырех регионов, руководитель Федерального агентства по туризму и первый вице-президент русского географического общества Артур Челенгаров в присутствии Дмитрия Медведева. Федеральное агентство по туризму уже включило «Золотое кольцо Боспорского царства» в перечень десяти приоритетных тур-маршрутов, ориентированных на въездной туризм. Федеральные структуры готовы поддержать и донских инноваторов. Речь идет о проекте «Региональные чемпионы». Соглашение о сотрудничестве Василий Голубев подписал замом министра эконом-развития России Сергеем Горьковым. Регионы-лидеры, которые показывают хорошую динамику, они очень важны в этом программе. Ростовская область безусловно является лидером и Министерство общественного развития. Очень рады, что подписаны сегодня соглашения. Для нас важна поддержка Минэкономразвития, создание возможности использования новых практик, которые реализованы на территории Российской Федерации. Поэтому регион готов к этой работе и потенциально у нее есть очень хорошая перспектива. Ростовская область подписала соглашение с Американской торговой палатой. В ее составе не только корпорации США, но и крупные европейские, азиатские и российские компании. Ростовская область уже презентовала свой инвестиционный потенциал в Американской палате в конце прошлого года. «Много интересантов, компании, которые подыскивают себе площадки для расширения своего бизнеса. Поэтому мы с большим интересом слушали. Отличная была презентация. Прямо захотелось в Ростов. И думаю, что наши компании разделяют это мнение». Донское правительство намерено сотрудничать из МГИМО. Соглашение подписали губернатор и проректор вуза. Речь идет о целевой подготовке в университете специалистов для разных отраслей донской экономики, промышленности, сельского хозяйства и соцсферы. Соглашение о поддержке социального предпринимательства подписали ЮФУ и Фонд социальных инвестиций. «Одной из основных задач этого соглашения является системная работа над тем, какой должен быть стартап, как его учитывать в портфеле тех компетенций, которые получает выпускник университета. Но самое важное, какой акцент в этих стартапах идет на социальную сферу». Авиакомпания «Азимут» подписала с государственной транспортной лизинговой компанией договор о передаче в лизинг отечественного самолета «Сухой Суперджет-100». «Это, как я сказал, девятый самолет в парке нашего авиапредприятия. Эксплуатируем уже восемь самолетов «Сухой Суперджет-100». Сегодня мы подписываем договор на аналогичное воздушное судно, договор аренды. И тем самым рассчитываем расширить сеть наших полетов до 50 маршрутов в летний период. Сейчас это 35 маршрутов по разным направлениям». Летом «Азимут» впервые открывает полеты из Ростова в Калининград через Калугу. И судя по активным переговорам, которые руководство авиакомпании ввело на форуме с губернаторами и главами республик, можно ожидать новых направлений. Полные итоги российского инвестиционного форума в Сочи наш корреспондент собрала в авторской программе «Точки над И». Смотрите выпуск в субботу в 18.45. Малые формы хозяйств могут набирать высокие производственные обороты. Как это сделать, региональный Минсельхоз объясняет в районах на выездных семинарах. С фермерами обсуждают, какую финансовую поддержку они могут получить и чем выгодна сельская кооперация. Трактор, тресеялки, стадо коров мясного направления. Так расширилась одна из ферм в Ремонтинском районе в прошлом году. Ее хозяева стали победителями конкурса, выиграли грант в 5 миллионов рублей на развитие хозяйства. И к концу этого года уже выполнили план. Получили 36 тонн мяса. Мы сами выращиваем зерновые, растеневодство, корма свои. Ничего сложного нет. Без животноводства фермерам Востока области точно не обойтись. На засоленных почвах урожай получить непросто. Зато есть обилие пастбищ для скота. Государственные гранты на развитие бизнеса помогают увеличивать производство и создавать новые рабочие места. В Ремонтинском районе в 2018 году многие хозяйства ощутили это на себе. Организованные структуры, которые оформили свой статус в качестве ИП, в качестве крестьянско-фермерских хозяйств, они имеют солидную поддержку. В прошлом году, для примера скажу, почти 211 миллионов рублей субсидий было получено агропромышленным комплексом. Более 2 третий, 134 миллиона рубля получили наше крестьянско-фермерское хозяйство. На совещаниях, которые проводятся в разных районах области, фермерам подробно разъясняют, как стать участниками грантовых программ. Тем более, что в этом году появились новые возможности. Они на сегодняшний день объемные и ряд направлений грантовой поддержки усилено в этом году двумя новыми видами поддержки. Это так называемый стартап, поддержка начинающего фермера, который готов к вступлению в потребительский кооператив. Для сельхозкооперативов есть своя форма поддержки, по которой можно возместить до половины потраченных денег. При этом продолжают действовать такие программы, как начинающий фермер и семейная ферма. Фермерам остается только выбрать оптимальный для них вариант. Валентина Малащицкая, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ремонтненский район. Если квартиру не достроят, вложенные дольщикам деньги вернут. Новые правила в долевом строительстве обезопасят покупателей и позволят заселиться в новое жилье, когда обещано. Как выполнить на практике изменения в законе, в долевом строительстве обсудили за круглым столом банкиры, застройщики и специалисты областного Минстроя. С 1 июля 2019-го деньги от дольщиков не пойдут застройщикам напрямую. Они заморозятся на специальном счете в банке, а строительная компания их получит только когда сдаст дом. Таким образом, каждый точно получит свое и не рискует быть обманутым. Если, допустим, сегодня и до этого финансы собирались напрямую от застройщиков непосредственно к застройщику и строителю, то здесь наоборот. Эти все финансы дольщиков и граждан аккумулируются в банке, а строитель строит независимо от прихода этих денег в банк. Эти изменения – часть нацпроекта «Жилье и городская среда». Регионам поручили обеспечить жильем семьи со средним достатком с помощью ипотеки, ликвидировать аварийные дома, повысить комфортность городской среды и увеличить объем жилищного строительства. К 2024 году в Ростовской области планируется ввести в эксплуатацию 18 миллионов квадратных метров жилья. В перерасчете на стандартные однушки – это 450 тысяч новых квартир. Подход к определению прожиточного минимума пенсионера необходимо пересмотреть, считают донские законодатели. Специальное обращение подготовлено Комитетом по соцполитике и направлено в Федеральный Минтруд. После принятия величины прожиточного минимума пенсионера на 2019 год, а это 8 488 рублей, в Донской парламент обращались жители области с просьбами пересмотреть методику расчета потребительской корзины, естественно, в большую сторону. Мы считаем, что на сегодняшний день потребительская корзина, которая равна прожиточному минимуму пенсионеру, не соответствует нынешним нормам питания и тем затратам, которые необходимы пенсионеру. В Министерстве труда и соцразвития страны сейчас разрабатывается законопроект нового расчета прожиточного минимума, но на два года вперед. Анатские депутаты предлагают ввести его раньше. Мы считаем, что и законопроект, и закон, и, так скажем, разработку этих методических указаний по расчету потребительской корзины необходимо ускорить, не переносить его, как планировалось, на 2021 год, а принимать в этом году с целью введения его с 2020 года. Законодатели намерены добиваться положительного решения от российского Минтруда и готовы подключить к процессу коллег из Южно-Российской парламентской ассоциации. Азовское отделение Госбанка, здание водонапорной башни в станице Великокняжеской, доходный дом Афанасьевой, женское начальное училище имени Некрасова. Восемь объектов культурного наследия выявлено по области в 2018-м. Итоги года подвел Комитет по охране объектов культурного наследия. На сохранение таких объектов из областного бюджета было выделено 52 миллиона рублей. Есть, безусловно, результаты небольшие и улучшения по сравнению с предыдущей работой. И по оформлению границ объектов культурного наследия более 400 и зон охраны более 45 объектов культурного наследия. В этом году планируется завершить внесение в единый госреестр всех объектов в Ростовской области. Второе, на что делается акцент, оформление охранных зон и границ объектов культурного наследия. Это нам необходимо, с одной стороны, для того, чтобы защитить наше достояние, наше богатство, объекты культурного наследия. С другой стороны, не препятствовать градостроительной деятельности. В этом году запланировано определить границы территорий, 650 памятников архитектуры, 3000 памятников археологии и 4 объединенных зон охраны в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Шахтах. Смотрите далее в выпуске. Красная стрела под переходящим знаменем губернатора. Отряд проводников признан лучшим студотрядом области. Они приедут и на возгорание, и на ДТП, и на ЧАЭС. Противопожарная служба области отмечает восьмилетие. Регина Калиниченко вернулась и забила Майкопу в первой же атаке. Отбитый пенальти, автогол и ничья. Футбольный Ростов сыграл на сборе в Испании с норвежским Лиллестрёмом. Грузинский праздник с историей из 12 века. Отмечаем день памяти царя Давида Строителя – Давитобу. Красной стреле – знамя губернатора. Отряд проводников признан лучшим студотрядом Ростовской области, за что и получил почетное переходящее полотнище. Итоги конкурса подвели в день российских студенческих отрядов. На Ростовской атомной станции десятилетие мы закончили, наконец-то четвертый блок запущен. Поэтому это был финальный год работы наших отрядов на Ростовской атомной станции. Крупная стройка в Волгодонске – лишь часть побед. Список покоренных трудом территории уходит далеко за пределы региона. Бойцы донских студотрядов в 2018-м успели отличиться и на севере страны, и на Дальнем Востоке, и даже в далекой Бангладеш. Студенческий отряд, на самом деле, это такая возможность, чтобы путешествовать. Мы с студенческими отрядами, я исследовала все Черноморское побережье, потому что это, ну, кладезь детского отдыха, наверное, у нас в России. Поэтому там везде практически побывали, и Крым тоже. А если касаемо каких-то мероприятий, то это город Новосибирск, это республика Сахаев-Футия, это город Челябинск, это Москва. Педагогические, строительные, сервисные, сельскохозяйственные отряды и отряд проводников. Все сегодня подводят итоги за 10 лет. И хотя работать иногда приходится в непростых условиях и далеко от дома, бойцы готовы к новым проектам. Конечно, это романтика. Вот если просто работать где-то в городе у себя, когда живешь, это совсем не то. А когда ты со своим коллективом работаешь где-то далеко, это сплачет, это воспитывает, это привлекает уважение к труду. Песни под гитару открывают официальную часть Дня российских студенческих отрядов, подпевают всем залом, а затем время поздравлений и неожиданных признаний. Как и прежде, я сразу же признаюсь в любви, потому что ваша энергия, ваша целеустремленность, желание покорять новые высоты – это то, что всегда нужно человеку. И именно с такими качествами мы можем двигаться вперед. На торжестве подводят и итоги областного конкурса «Лучший студотряд Ростовской области». Победителем признан отряд проводников «Красная стрела». Его командиру и бойцам Василий Голубев и вручил переходящее знамя. «Российские отряды» – лучшие движения в стране. Как юноши-то ветеранам сегодня строятся на земле. Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Студенческий совет РГУ «Ринг» занял второе место в конкурсе органов студенческого самоуправления. Номинация «Лучшая организация деятельности совета обучающихся». Итоги конкурса подвели в Ростове на занятиях Всероссийской школы «Лидер 21 века». Эта школа собрала две сотни студенческих лидеров из 70 вузов страны. Пятикурсница Гулиса Рахмедова руководит студсоветом «Ринха» пятый год. «Очень важно то, насколько близко к себе, скажем так, подпускает руководство вуза студенческие объединения, студенческий совет. У нас с этим очень хорошо. Мы достаточно в комфортных условиях можем общаться с нашим ректоратом. Нас всегда поддерживают любые наши инициативы, любые наши просьбы. Ни один вопрос, вот я пять лет возглавляю орган студенческого управления студенческий совет, за эти пять лет не было ни одного вопроса, который бы мы не донесли до руководства и который бы не решился». Обратная связь с ректором, организация досуга студентов, места в общежитии, распределение стипендий. Всеми этими вопросами сейчас занимаются студенческие советы. В школе лидер 21 века. Членов таких советов учат уже 19 лет. «И в шестой раз проводится конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. Со всей страны приехали несколько сотен ребят, лучшие из лучших, настоящие лидеры самоуправления, которые прошли здесь интенсивную образовательную программу и посоревновались в том, где же все-таки наиболее развита работа со студентами». Студенческое творчество, спортивный досуг, патриотическое воспитание, трудоустройство, добровольчество. В конкурсе студсоветов 13 номинаций. Студенческое самоуправление есть сейчас практически во всех донских вузах. 800 человек спасено областной противопожарной службой за 8 лет ее существования. Плюс материальные ценности на миллиард рублей. Специалисты этой службы – люди универсальные. Огонь потушат, попавшим в ДТП помогут, впоследствии ЧС ликвидируют. В некоторых районах это необходимо делать из-за удаленности остальных служб. «Областная пожарная служба появилась 8 лет назад по решению губернатора. Главная задача – работа на местах. Пожарные части базируются в отдаленных территориях и отвечают за безопасность более 200 тысяч человек». Эти пожарные пойдут и в огонь, и в воду. Такой подход к делу увеличивает шансы на спасение в любой чрезвычайной ситуации. Водитель пожарной машины Сергей Шайкин, например, может спасти на пожаре и без своего авто. «Недалеко от меня, где я проживаю, было возгорание, дом. А пожарная часть находится в другой станице, Усть-Быстрянская. Это 12 километров до места пожара. А у меня метров 500. Решил провести сам разведку. Посмотрел окна. В одном из окон обнаружил, что на полу лежит человек. Ну, разбил стекло, выбил окно. Залез. И вытащил человека из огня. Каждый сотрудник службы экстренного реагирования получает допуск. Проходит обучение по пожаротушению, эвакуации и спасению людей. «Наша пожарная часть обеспечивает два сельских поселения. Лысогорское и Кринично-Урское поселения. Значит, 15 населённых пунктов. И количество жителей – 6 тысяч человек». И таких частей по области – 39. Пожарные приезжают на место возгорания максимально быстро. Но для работы в отдалённых районах этого мало. Здесь требуются не только оперативные, но и универсальные спасатели. «Все происшествия, которые происходят, они не обходятся без участия наших пожарных частей. То есть, они тушат пожары, занимаются ликвидацией дорожно-трансных происшествий, занимаются в том числе и профилактикой на водных объектах. То есть, зона деятельности и сфера деятельности наших пожарных частей очень значительно широкая». Десятки тысяч выездов – сотни спасённых жизней. К восьмилетию противопожарной службы лучшие сотрудники награждены почётными грамотами. Анастасия Кованцева, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Первая атака – бросок и гул. Так вернулась на площадку после серьёзной травмы Регина Калиниченко. Она вышла в основе как разыгрывающая и открыла счёт. Матч со слабейшей командой чемпионата – самое время для возвращения. Дальше у Регины будут голы, три голевые передачи. Ещё больше – пять передач у другой недавней возвращенки – Владлены Бобровниковой. Майкопский Агуадеев, на удивление, долго держался на равных – 9-9 на 18-й минуте. И тут началась десятиминутка чемпиона. Её счёт – 7-0. В отрыве убегает даже линейная Макеева. К перерыву на табло – 17-11. В начале второго тайма Регина находит пасом Майю Петрову. И Ростов-Дон элегантно начинает ещё один рывок. За 12 минут – 7-1. И разница в счёте становится привычной для этих команд – плюс 13. В воротах Галина Мехдиева творит чудеса, доведя процент спасения до невероятных 60. Так что после перерыва у нас пропущено всего 7 голов, а забито – 18. Победив самую слабую команду чемпионата России – 35-18 – Ростов-Дон готовится к встрече с главным соперником. Лада приедет к нам уже в среду. Предпоследний контрольный матч на сборе в Испании. Футбольный Ростов провёл как официальный. Основной состав, близкий к оптимальному и всего две замены. Но начало не удалось. Соперник норвежский Лилистрём сходу создал пару опасных моментов. Сначала у игрока норвежцев из убойной позиции не получился удар. А потом Хаджика Дунич сбил убегавшего форварда спиной. Пенальти уже на 12-й минуте. И сейф Письякова. Отвечать в середине тайма должен был Скопинцев. Мяч точно прилетел ему на голову, но пробить сильно полузащитник не смог. Чуть позже за него это сделал норвежец. После подачи Ерёменко с углового случился автогол. В начале второго тайма удар головой Скопинцеву удался по силе, но мяч попал во вратаря. А на 65-й минуте Лилистрём сравнял счёт. Письяков не среагировал на хлёсткий удар в ближний угол. Вырвать победу был шанс за 5 минут до конца матча. Вышедший на замену Попов со штрафного перебросил стенку, но вратарь норвежцев спас. Ничья 1-1. И перед возобновлением сезона у Ростова один контрольный матч. Завтра в половине седьмого с латвийским клубом Венспилс. Давид Строитель в 12 веке вывел Грузию из разрухи и объединил отдельные княжества в единое государство. День памяти этого святого царя отмечается как большой праздник Давидова. В Ростове торжества устроила грузинская национально-культурная автономия. Картули танец романтичный и разнообразный. Он показывает и мягкость девушки, и воинственность мужчины. Даже будучи пылковлюблённым, настоящий мужчина не позволит себе ничего лишнего, сохраняя уважение к девушке. И на танец пригласит максимально сдержанно, лишь скользящими движениями ног. Этот танцевальный элемент называется гасма. Когда мальчик делает гасму, приглашает девочку, он не должен двигаться абсолютно. Верхняя часть особенно, это мёртвая часть. И девочка потом свою партию медленную танцует. Раньше картули исполняли богатые люди во дворцах царей и феодалов. Праздник Давидоба – самое место для царского танца. Давид – строитель один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. За 36 лет своего царствования он вывел страну из состояния полной разрухи. Грузинская национально-культурная автономия широко отмечает посвященную Давиду Давидобу каждый год. Национально-культурная автономия среди национально-культурных автономий грузин на территории Российской Федерации является одной из самых больших по количеству и одной из самых авторитетных по содержанию своей деятельности. Грузинская автономия на Дону называется Варзия и объединяет больше 10 тысяч человек. На праздники наградили отличившийся в спорте, искусстве, образовании и добровольчестве. Евгения Слимкина, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова